Продолжение следует... 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 Не сразу спиной, как все начинаете, а чуть-чуть руками начали подать, а потом уже начинаете цянуть спиной. Я у него вырывать буду вот отсюда уже. Если вы болевой вырываете, где-то вы уже положили спину, и он только, да, начинает чуть-чуть разрываться, вот так. Потому что видите, какой рычаг длинный. Никогда не сделайте. Сделайте это только новичку. Забрали, выведите локоть. У вас не забывайте, всегда две руки. Всегда надо помогать руками. Взяли трехугольник, помогите рукой. Одна контролирует всегда, одна натягивает. Локоть прячем, подмышку, там где-то должен вылезти. Вылезти. Чувствуете, что мало. Еще налезьте, видите, как я налаживаю, глубоко. Ноги согнуты, скрещены. Вначале руками потянуть чуть-чуть вверх, а потом только спиной поддавать. Вырвите. Захват. То же самое. Широкий. Где-то вот. Можете и забить, и вся взять. Видите, как я смыхаю? У меня нету пространства. Я его руку полностью под себя засасываю. А вы делайте как-то, я даже не пойму так, как можно делать. Максимально засосали, к себе плотно. Отсюда чуть-чуть подняли, и отсюда начинаем рвать уже руку. Обязательно первое правило, локоть убедить. Замкнули. Вот у вас рука есть. Он всегда держит захват здесь. Подтянули. Подтянули туда. И отсюда уже, я еще не беру нюансы, что запястье, именно на вырывании. Вырвали. И всегда в сторону локтя. Своим пахом или животом вы чувствуете, где локоть. Не сюда, значит сюда. У многих надо вот сюда делать. Как рука разворачивается. Как чувствуете, так и делаете. В конце сделали. Вот рычаг. Вот я ему уже отсюда буду делать болевой. Мне даже не надо спину ложить. Сделали. Не хватает вам динамики, чтобы сделать. Потому что у многих видели вот такая вот рука. Только вот сюда сгибается. У него вот сюда сгибается. Он ее положит просто. Обязательно ноги под себя, тазом вверх. Таз подняли. Увеличили себе амплитуду его руки, чтобы еще положить. И не надо делать вот этих всяких глупостей. Отсюда легче всего ему будет выкрутиться. И он выкрутит отсюда руку. Не надо никогда залаживать. Есть нюансы, когда там рука уже не ломается. Тогда можно уже и попробовать. Изначально вот у вас. Вот контроль. Не вот так. Не вот так. Одно. Одна тут контроль. Одна вот тут контроль. И отсюда тянет. Ноги под себя. Делаем. Обязательно локоть под мышку. Это самое первое для вас должно быть. Залезть туда. Залезть должны. У кого не получается, руку вверх поднимите. Я подойду. Еще раз. Куртка. Можно вот за куртку взять. Прижать. Еще что-то. Где-то и вот за куртку подтянуть. Когда куртки нету, все тяжелее. Я, например, держу. Вот мой захват. Стандартный битец. Нога. Для чего вам объясняю? Вот эта рука подтягивает меня к нему. Вот он сидит. За счет вот этой руки, когда я подтягиваю, я могу локоть чуть-чуть вывести вниз. Вот сюда. Чуть-чуть как бы развернуться к нему. И усилия у меня остается. Вот за счет этой руки. Я как ей сюда чуть-чуть себя разворачиваю, так же я его к себе прижимаю. Отсюда я локоть сильно не уберу. То бишь под пак. Понимаете, да? Он через пак все равно идет. Но отсюда я уже развернулся максимально к нему. И отсюда я уже могу как минимум поджать его к себе, чтобы он не тянул мою руку. Как максимум в дальнейшем застегнуть трехугольник, можно и отсюда застегнуть. Задушить. Но рука останется все равно у него. Еще раз. Отсюда. У меня нет такого, что я развернусь. Видите, у меня не хватает. Потому что рычаг, видите, какой у меня тут длинный. У меня не хватает этого, чтобы развернуться. Достать локоть. А отсюда у меня рычаг есть. Я полностью собран в себе. Собрался. И еще ноги больше к нему прижался. К нему прижался. Отсюда вот нога пошла. Замкнул. Он отсюда не будет прогибаться. Он наоборот. Всегда, когда вы будете к нему, он будет к вам. То бишь, вы к нему сжимаетесь. И он еще к вам будет сжиматься. Посмотрите, любой борец так будет делать. Не будет такого, что вы к нему, и он спину назад может ложить. Не будет он его так делать. Он наоборот к вам. Отсюда пользуйтесь моментом. Это так, чуть-чуть отходя. Вот ваш захват. Потом попробуйте у себя на тренировке. Чтобы здесь еще успеть элемент отработать. Вот, и за счет этой руки сюда. И к себе его. К себе развернули. Забросили. Трехугольник. Все, я буду контролировать. Отсюда у него уже спину вы выключили. Макс, прогнись. Спину вытянули, он вас не потянет. Лучше вы лежите уже до конца схватки вот так. Это будет обоюдно. Я вам сразу говорю, это дадут обоюдно. Что вы его душите, а он вам делает болевой на руку. У вас отсюда не будет пассивности. Как есть пассивность. Он тянет, а я пассивный отсюда. А тут будет обоюдно. Еще один разрыв возьмем. Отсюда же. Поменяем. Руки бывают всякие, правильно? Сейчас забирали подпаха. Бывает вот такая позиция. На смене рук часто человек уходит. Именно вот этим вот пользуется. Здесь я хоть чуть-чуть есть прижатость. Только меняя руки, видите, контроль потерял. Человек ждет этого. Изначально, когда у вас уже вы пришли в эту позицию, у вас рука вот в этой позиции. Ноги скрещены, рука на руке. У вас какой тут контроль, я не знаю. Многих вот так, многих вот так. Безразницы. Отсюда выси делаем на обратном. То бишь не вот такой, а вот такой. Обязательно двумя рукой забираем две ноги. Две ноги изначально забираем, чтобы просто подтянуться к нему. В дальнейшем рука уходит вперед, чтобы у вас опора здесь была. Всегда обращайте внимание, опоры нет, замастил и ушел. Опора есть, рукой будете контролировать. Как и в этом положении. Ноги вот так вот держат. До самой последней схватки вот так вот легли и держат. Ваши опоры нет. Вы лучше ляжете вот так и контролируете вот так. Он и отсюда не уйдет. Со стороны головы обращаю внимание, рука просто. Одним движением. Высид обратно делаем. Чуть-чуть наползли на него. Вышли дальше. Вы видите, когда я выхожу дальше, голова у него идет за мной. Поднимает. Никогда не будет голова лежать вот там. Он все время будет к вам. Как я говорю, он прижимается, я к нему прижимаюсь. Он отжимается. И все равно я буду прижиматься. Отжались. Вторая нога пошла. И отсюда делаем разрыв. Она не выпрямляется. Не вот так выпрямляется. Она в этом же положении просто отводится. Отводится не назад, а отводится к себе по тазу. Вот туда отводится. По тазу. За счет этого вы вот руку будете разрывать. Здесь возвращаемся в исходное положение. Одна рука видите, все равно контролирует его. Еще раз. Со стороны головы ноги скрестили. Сидите одним движением. Вам наползли, вышли вперед. Голова поднимется. 100% поднимется. Отжали. Не назад, не туда, а себе за жопу. Вот так заводим. Вот так. Как на велосипеде едете. Завели. Разорвали. Жмем. Не жалеем, пока не разорвет. Вам не надо этого чуть-чуть, что он там чуть-чуть освободил. Возвращайтесь назад, и он опять берет. Взяли, вышли. И жмем туда до конца. Вот рука прямая у вас осталась. Тогда только садимся. Опять же ноги скрещаем. Делаем. Со стороны головы. Начальник за ноги заползти, а потом только опора у вас рука пошла. Два нюанса тянет отсюда. Теперь выгодная моя позиция. Я буду ждать. Отсюда выгодная моя ситуация. Когда человек снизу. Многие этого не пользуются. Многие не знают. Я наоборот отсюда всегда жду. Отсюда всегда легко уйти через мост. Кто знает, есть правило большого пальца. То бишь палец вверх. И выкручиваем руку. Но это лучше делать, когда у него, но я не буду вам сейчас внедряться. Когда у него ноги раскрыты. Здесь, почему я говорю всегда собирать ноги. Всегда ноги собраны. Раскрысти ноги. Вот, когда вы делаете отсюда болевой. Мне отсюда правильно еще легче уйти. Что сюда, что сюда. Я буду уходить сейчас на него. То бишь через мост, за беганием ухожу на него. Развернись, Макс. Вот моя позиция. Правильно, да? Первое правило для него. Нет, да. Первое правило для него. Надо будет собороться. Вы, например, Максим, да? Таз всегда в сторону головы. Если он развернул таз вот сюда. Сделайте, но мало вероятности. Всегда первое правило, таз в сторону головы. Забрузить мою голову вперед. Вот, когда вы уже встречались отсюда ноги. А я ушел. Бедро свое беру. Видите? Это я руку сейчас убрал, чтобы вы все видели. Так, я еще вот так подержу. Взяли свое бедро. Видите, Макс уже хочет скрестить ноги. Изначально, когда ноги не скрещены. Взяли бедро. Отсюда делаем высит вот на эту сторону. То бишь на бедро, за которое вы взяли. Вот ваш высит будет. Вот сюда. Видите, когда у него ноги скрещены. Не скрещены. Если скрещены, вы это не делаете. Вот у вас остается нога. Колено у меня остается. В области брюха вот тут. Сделали высит, обязательно высит сделать. Загрузили где-то чуть-чуть тебя на плечо сюда, вперед. Вот у вас рука опять свободная стала. Здесь вы обезопасили ее, взяв за бедро, или взяв себя за брюхо. Кому как удобно. Сделали высит. Обязательно высит переднее ногу. Вот ваша нога. Его нога. Видите, как болтаетесь. На пятки. И одним движением ногу вниз, а ваша нога наверх пошла. Вот такое. И то же самое. Обязательно этой ногой разводите вниз. А таза, когда вы делали высит, подаете вперед. Вот туда вперед. Колени будут ломаться. Ногу вниз, таз вперед. Вот туда. И отсюда делайте, пока не делайте галерогу. Давай сначала вниз. Вот почему я говорю всем скрещивать ноги. Не думайте, что ноги скрестить, это просто так. Ноги вы усиливаете, видите, усиливаете себе тягу. То бишь вы прижали ко мне ноги, у вас рычаг больше тянулся. Будут ноги у вас раскрыты, у вас не тот рычаг будет. Вы будете тянуть, но я себя вообще легко здесь чувствую. Сомкнули меня полностью. Ноги только разошлись у него где-то. Бывает, ноги расходятся при уходе. Я начал уходить. Беру себе бедро. Делаю высит на эту сторону. Пятка, где-то нога. Обязательно ногу вниз, а так вперед. Воздействуем на колено. И поддаем туда вперед. Здесь как минимум вы свою руку уже обезопасите. Как максимум сделать ему болевой. Очень легкий болевой. Делаю. Обязательно. Ногу вниз, так вперед. Остань. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нюанс! Еще один небольшой нюанс, который очень важен. Когда вы выбираете спину, я покажу, как гильотина со стороны ноги и со стороны спины, когда вы будете душить. Ноги отсюда не скрещивая, потому что знаете, кто знает, кто не знает, отсюда у вас тревога будет. Это если он одну ногу скрещит, да? А если он скрещит две ноги, скажем, ногу на ногу, то отсюда сразу пойдет вам болезнь. Первое правило, не скрещивайте оттуда ноги. Лучше сядьте в трехугольник, если у вас есть возможность. Вот ваша позиция. Удушающее. Тоже нюанс небольшой, но не маловажно. Все начинают просто бороться за шею. Правильно? Хотя у него есть лицо. Если прижаться к нему, можно где-то нос приподнять вверх, да? Пока судя там сильный нос легче, да? И засунуть. Это все нюансы есть. Это маленькие эти нюансы. Есть из переходов еще нюансы, тоже где-то там поддавить. Поддавили, засунули руку. У всех ошибка. Забирайте далеко рукой. Забрали рукой-далеко. И ему дали вот этот кислород. Ну даже если не надо разворачивать. Кислород. Душите, не душите, будет терпеть. Если еще до этой руки вытяните, то точно будет терпеть. Как знаете. Я учу всех отсюда, когда забираете шею, максимально не засовывать руку. Лучше я вот отсюда его, но я сделаю. Чем у меня дальше рука заходит, тем у меня меньше вероятности сделать. А отсюда он может развернуть шею. Но отсюда я локоть буду опускать вниз. Защемлять его. Так что чем дальше, запомните, вы берете рукой, тем вы ему еще больше даете кислорода. Потому что я уверен, что из вас многие вот так вот делают. В трехугольнике. Здесь, конечно, у кого есть силу, тот сделает. Минимально. Вот. Я учу вот этой вот частью душить. Самое опасное. Вот. Дальше уходите. Все. Меньше процентов. Взяли. За голову, локоть. Прижали. Отсюда не развернет голову. Насчет разворачивания, разворачивайте их за ним. Прижали. И все. Отсюда не надо ломать. Ни назад, ни куда-то. Просто как питон. Просто сжимайте к себе. Очень сильное. Кто хочет потерпеть, можете отсюда у меня потерпеть. Никогда не сердится. Прижали. Максимально низко. Дальше я буду. Уже не то. Я даже сам чувствую, что отсюда максимум контроль будет. С этой руки. С этой руки. Максимально забирайте. Вот. Только палец поднялся к ухту. Это ваше все. Уже можно душить. Есть возможность вот так вот. Отсюда. Уже можете отсюда душить. Локти опустили. Отсюда можно душить. Зачем вот так забирать ее? Вот. Минимум. И руку по кратчайшей дистанции. Не надо вот так цянуть. Будете так цянуть. Где-то у вас хоп. И будете. Отсюда многие сделают. Подушающие многие не сделают. Так что вот отсюда. Взяли. Локоть обязательно. Не оставляй на плече. Убрали сюда. Потому что это именно воспознательный курс. Двернуться сюда и дышать. Терпеть. Также. И со стороны. Стань. Высокий фактор. Отсюда. То же самое. Многие. Оп. И отсюда душат. Хотя. Опять же. По минимуму. Локоть прижать. Отсюда уже будет лучше душить. Если еще подтяните под него. Вообще великолепно. Отсюда тоже самое. По минимуму. Есть возможность. Забрать. Значит забираем. Я сюда. На спину. По минимуму. По минимуму. Рукой. Попробуйте еще вот эту часть подушить. Без ранца. Или вы так будете сидеть. Или так. Ну. Локоть. Убираем под себя. То бишь. У вас он всегда будет на плече. А отсюда вы убираете его. Под плеча. Под низ туда. Это его я говорю вам. Спасательный круг. Первая защита его. Это развернуть будет шею. Это как минимум. Не знаю. Секунду три подышит. А потом у него защита руку будет сорвать. У многих сразу руку сорвать. А потом развернуть. Пока он руку сорвет. И его могут уже придушить. Что я развернусь. Попробуйте вот это вот. Вот часть. Сразу начинается. Сразу начинается. Ей же сразу душится. Очень такой нюанс. Чикатливый. Как ноги держались. КОНЕЦ Вот отсюда. Легли. У всех изначально это залезть наверх и сделать болевой наверх. Вылезли. Руку с поднизу. Переход сделали болевой. Не надо себе усложнять. С каждого положения есть болевой. Если вы знаете, с каждого есть. Если я так лежу, есть болевой. Если я так лежу, есть болевой. Правильно, да? Если я так лежу, тоже можно сделать болевой. Где-то зацепить даже ногу и отсюда воздействовать. Или когда сверху. С любого положения, если вы знаете. Дальше уже просто переходы идут. То есть если вы знаете сверху, то вы только наверх будете залазить, чтобы сделать болевой. Отсюда рука обязательно дальняя. Не вот такое положение. Если у вас такое положение, лучше выйдите наверх. Потому что я выхожу наверх, вы видите, у меня сразу же рука для болевого. То бишь я пошел как по кругу. Ну я так, некрасиво. Пошел как по кругу. Изначально у вас вот будет держать. Ваша задача. Подтягиваем колени к нему. Подтянули колени. Вот у вас рука свободная. Делайте, что хотите. Это на контроле. То бишь не подним туда плотно, а вот где-то тут на контроле. Вот ваша рука. Вот ваша нога. Здесь не жалея его. Без разницы куда вы ему попадете своим коленом. По носу, по челюсти. Без разницы. Ваша задача зашипнуть ему вот сюда за ухо. Коленом. И чтобы вам не приходилось. Вот так вот. Делай далеко. Для этого у вас есть рука. И можете подломать его в шею. Правильно? Подломали в шею. У меня тут не тренирует шагнуть. Встали. Вот. Вот ваши действия. Уже разрыв идет рук. Ему уже будет неудобно. Подтянули еще сюда больше. Колено свое. Сразу у вас два болевых. Раз болевой отсюда будет. И отсюда на локоть. Два болевых. Мы идем по дальнему пути. Делаем высит на обратную ногу. Вот. Вот на эту часть. Одним движением. Раз. Это нога, смотрите, не прямая у вас, а под него уходит. Это колено поднимается вверх. Вот обычный выход. Перекинули. Склестили под себя. Взяли. Оттянули. Одним движением. Раз. Согнули. Выход. Это колено выходит наверх. Оттянули. Сделали. Следим движением. Раз. Перекинули. Пускай тут скрещ возьмет руки, не возьмет. Но в большинстве случаев он не берет руки. У вас уже позиция сверху есть. Через ногу. Здесь ущемление. Здесь можно такое ущемление сделать. Можно просто вырвать. Или уже, как я показывал. У вас эта же рука остается. Я же не менял руки. Отсюда есть выход. Сделали то, что нужно отрабатывать. Еще раз. Подтянули. Шаги. Раз. И лысик. Раз. Подтянуть обязательно к себе. Подтянули. Сделали болевой. Если кому-то непонятно, руку вверху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прием. Из разницы, с какой вы заберете стороны. Вот здесь. Если кто-то там был на грабнике, видел, я так даже выиграл последний схват. Не первый. Первый. Схватка. Отсюда ничего не надо мутить. Ноги отпускаем. Чуть-чуть себя заводим в сторону от головы. И у вас вот воздействие. Вот таким воздействием. Именно не просто трещать ногой, а вбивать его туда вниз. И вбивать не мягко, а как бы максимально быстро. И вот туда. Отпустит руку. Потому что человек не может, он не может думать сразу, что у него там шея и руки. Начнете что-то вот так делать, он будет думать о голове, о руках забудет. А если вы еще делаете быстро это, то все. Правильно? То же самое, когда с гардой. Позиция. Скоро я примет, и все начали делать. Вот отсюда. Туда протолкнули. Ущемление. Он же не будет думать уже о гарде. Он будет думать, аааа. Вот у него сдача сразу будет. То бишь крик, сразу сдача. Отсюда то же самое. Если сейчас будете бороться, уже нет времени отрабатывать. Загрузите чуть-чуть. Чтоб чуть-чуть как бы вот приподнялось может было. И вот таким движением туда вбивать. Рука все время на контроле. Двумя руками. Здесь уже не одна рука, а двумя. Бам! И тянем, и все равно продолжаем контролировать его. Поцепь взяли, уже можете спесить, можете не свечить, уже сделайте болевой. Такой небольшой нюанс. Видите, в партере куча всего. Это только вот азы такие маленькие. Хотя мы еще даже азы не брали. Еще болевой. Есть самые стандартные снизу. Сверху. Видите, много времени уделяйте, по-моему, можно. Как времени нету, хотя бы вот это. Именно вот сейчас будет борьба, 10 схваток. Всегда учите себе, когда вы боретесь, ставить задачу. То бишь я борюсь с ним, без разницы там с кем. У меня задача. Не ставьте себе сверху, сделайте 5 болевых, 5 удержащих. Хотя бы задачу сделать удержание. Любое удержание. Тоже не ставьте боковое или какое-нибудь там поперечное или сверху. Без разницы. Вот, начали с ним бороться у себя в голове. Сделать 1 удержащих. Сделать 1 удержание. Не надо там сверхъестественное скручивание пятки или там ущемление двух. Вот отсюда. Любое, любое. Ну, в голове держите. То же самое, когда работаете в парах, боксируете. То же самое. Далее задача больше на правом джепе, например, там левой ногой по корпусу. Как вы вот работаете. И всегда так же в борьбе. Потому что выходите против человека. Вот я, например, выхожу. Макс, я уверен, кто ты выходит. Мы выходим и видим, что примерно человеку уже можно сделать. Особенно если еще до этого схватку его посмотрели. Сразу видно нюансы. Правильно? Это не когда вы готовитесь к бою, когда человек там провел бой полгода назад. И сейчас вы с ним бьетесь. Пострели его видео, можете изучить. Человек за полгода поменяется. А здесь он только что боролся. И вы выходите на вторую схватку с ним. Что он поменяет за эту минуту? Ничего. Это может Макс, я, там еще кто-то, кто по профессионалам борется. Он может поменять. Например, я делал вот как Максу. Акцент на болевой, на болевой, на болевой. А к следующему я уже не буду болевой делать. Потому что я знаю, что он смотрел на мою схватку. Я сделаю ущемление ему и крыль. Правильно? Он будет руки только от себя держать. Или, например, всех бросал, бросал, бросал. А этого я не хочу бросать. А этого переведу в партер и буду в партере бороться. Но, как вы все, я уверен, что вы больше всего любителям говорите. Обращайте внимание на вот эти вот мельчайшие детали. Удержание, болевые. И всегда самое первое правило. Заберите в начале контроля. Если вы переходите дальше на болевой или удушающий, все. Ваш контроль не засчитали. Три секунды продержите. Покажут оценку. Или увидите, что это было. Или вам тренер сказал. Тренер всегда должен говорить оценку. Сказал он три балла. Тогда только идите на болевой. Не надо сразу. Я понимаю, что есть варианты, когда сразу будет болевой. Но если вы не воспользовались болевым. Вот у нас малыш наш боролся. За схватку сделал, наверное, переходов 10 на болевой. Все время тянул у него рука. Вот так у соперника выгибался. И проиграл в конце. По-моему, этот свип сделал ему балл. Вот. Все. Зато у него 10 раз выходит. У него вот так вот у того парня рука. На руках просто ложится на ковер. И малыш дальше не знает, что делать. Так что вот. Продержите контроль. Заработайте эти два балла. Это хоть мизерное, но все равно. Можно и с баллом выбрать. Вы знаете. Бросили. Заняли позицию в гарде. Сидите до конца схватки. Главное, чтобы вы показали активность. Чтобы вас не нападали. Всегда позицию. Позицию и оценку. Потом удушающий. Понятно, что по 10 сидут. Надо 3 минуты побороться. Но если вы знаете, что вы не можете позицию занять. А вы там портовик такой. Только болевые удушающие. То там даже не надо опускаться в картер. Сильно. Повозитесь, повозитесь. А потом и пус. Смотрите от себя. Потому что многие борются в стойке. Видите, как сейчас для борцов взяли. Бросили, можно встать. Если вы знаете, что бросать. Наоборот, надо вы его в партер затянуть. Разница как. Но если затянули в партер, надо его уже оставлять там. Не надо, чтобы он встал. Если он встанет, вы узнаете, что он у вас бросил. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok